Дорогие севастопольцы и гости нашего города, и в первую очередь, конечно, сотрудники милиции, потому что сегодня мы проводим протестный митинг около стен Управления внутренних дел. И я хочу сразу сказать, мы не выступаем, чтобы нас понимали правильно, против милиции. Я хочу сказать большое спасибо честным сотрудникам, кто честно исполняет свой долг, потому что то, что наши улицы не захлёстывает преступность, это работа тех сотрудников, которые честно работают. Вот за это честь и хвала. И я неоднократно всегда выступал и говорил о том, что наша милиция работает лучше, чем российская. Но это заслуга, наверное, тех людей, для которых честь, совесть что-то значит. Да, мы неоднократно выступали и требовали. А самое главное, напоминаем нашим властям, что любая проблема власти начинается с социальных вопросов. Сначала социальные вопросы это зарплаты, проблемы, квартиры, семьи, а потом начинают появляться политические лозунги. И вот после политических лозунгов идёт либо революция, либо смена власти. Вот это надо помнить. И что меня всегда больше всего убивает? Что наша власть почему-то считает простых людей быдлом или стадом, который они будут везти, куда они хотят. В конституции прекрасно написано, главным управляющей силой, главным движителем всего в Украине является народ. А власть придержащие являются администраторами, директорами, которые распоряжаются имуществом и властью, которые им делегированы народом. А у нас всё перевернули с ног на голову. Так давайте определимся. У нас либо демократическое государство, либо у нас диктатура. Если диктатура, мы будем с ней воевать. Если у нас демократическое государство, то тогда давайте с вами будем выполнять то, что записано в законе. Для того, чтобы люди, работающие в правоохранительных органах, работали нормально, они должны быть спокойны. Первое, за свою зарплату. Почему мы постоянно говорим, да, сотрудникам милиции зарплату поднимать нужно. Причём делать высокую зарплату, чтобы он дорожил своей работой. Дайте льготы. Обеспечьте их гарантиями, что если в случае исполнения профессионального долга они станут калеками или, не дай бог, их убьют, то их семьи будут обеспечены. Потому что сотрудники милиции гибнут. А потом семьи влачат нищенское существование. То есть сначала надо что-то дать, а потом требовать. Причём зарплату нужно ежегодно индексировать сотрудникам милиции на уровень инфляции, который в государстве. Но зарплату нам нужно индексировать и поднимать не с погонников толстопузых, которые сидят наверху, которые так прекрасно себя ощущают. Мы неоднократно говорили, кто получил земельные участки в Ласпи, когда господин Саратов, мелкий голубой воришка Альхин, думал, что же с него будет за те решения, которые он принимает. Поэтому надо что сделать? Надо милиции и прокуратуре дать земельные участки. И они получили их в Ласпи. Прекрасное место. Кто-нибудь за это ответил? Нет. Так вот сотрудники милиции, я повторяю, должны быть спокойны за своё будущее и за свою зарплату. Поэтому их надо поднимать. Но тогда и требовать от них нужно. А когда приходит сотрудник милиции, получает зарплату 2000, а цены растут каждый месяц, он думает, как же я буду кормить свою семью? Поэтому наша милиция должна быть оснащена и финансируемой отлично. И вот эти вопросы поднимать нужно. И условия труда нужно делать так, чтобы они работали. Почему у нас начинается проблема преступности в органах внутренних дел? Потому что система отчётности у нас с вами, прямо как плановая, которая была. Что у нас требует? Самое главное раскрываемость. А как вы добьётесь? По барабану. И у нас с вами происходят те случаи пыток и издевательств над задержанными. Потому что первое, мы с вами бесправны. А господа, которые одели форму, им доверило властью над нами. Так вот они забывают, что они работают для нас и за наши деньги. Правоохранительные органы не зарабатывают и не производят. Они существуют на нашей налоге. И получается здорово. Нас имеют за наши деньги. Замечательно. Мы что, мазохисты? Вот это недопустимо. Дальше приходит человек на работу в милицию. Ему говорят, хочешь сделать карьеру? У тебя раскрываемость должна быть сумасшедшая. Но ты должен этого добиваться как хочешь. И поэтому у нас с вами идут парашюты, слоники, ласточки, попугаи и мариванны. Это у нас аббревиатура вариантов пыток, которые делают. Давайте с вами вспомним. Я не буду говорить сейчас по всей Украине. Хотя в прошлом году, насколько мне известно, более 700 уголовных дел прокуратура передала в суд на сотрудников милиции. Почему? Наверное, потому что человек, который одевает форму, начинает ощущать себя господином, хозяином жизни. Или потому что он понимает, что система будет его прикрывать. Потому что начальник управления внутренних дел думает о двух вещах. Первое, чтобы была раскрываемость не хуже, чем у других. И второе, что если, не дай бог, произойдет какой-то случай, его снимут. Значит, что нужно делать? Все это дело покрывать. Резонансные дела. Севастополь. Убийство двух девочек. Весь город сколыхнуло. Тысячи людей искали девчонок. Их убили. Мы говорили, это ритуальное убийство. У нас, я еще раз повторяю, это преступление не раскрыто до сих пор. У нас несколько раз назначали ответственных преступников за это преступление. И я про себя всегда думал и задавался вопросом. Что же нужно было делать с людьми, чтобы они признались в убийстве и расчленении малолетних девочек? Вот кто за это ответил? Хоть один сотрудник милиции у нас с вами был наказан за то, что выбивали из признательные показания? Нет. А вот это все ведет к чему? К безнаказанности. И к нашему бесправию перед ними. И вот это недопустимо. Милиция должна выполнять свои главные обязанности по охране общественного порядка и нашей безопасности. А сейчас люди боятся обращаться в милицию. Вы знаете, вот перед митингом я взял, зашел просто на два сайта. Криминальная Украина и Антимент. Почитал материалы, которые там. Вы знаете, волосы дыбом встают. Гестапо, наверное, поучилось бы у них. Ребята, опомнитесь. Все это нужно менять. Но все это мы можем с вами менять только в том случае, если у нас с вами будет меняться законодательство. Если у нас будет меняться система отчетов. Если у нас милиция будет действительно подконтрольна. Подконтрольна, чего у нас сейчас нет. А самое главное, чтобы каждый человек понимал, что если я нарушу закон, то меня посадят. Тебе дали много прав, но, извини меня, и ответственность большая. Идем дальше. В пленском райотделе с третьего этажа выпрыгнул подследственный, задержанный. Почему выпрыгнул? Ну, нормальный человек будет прыгать? Нет. Значит, что с ним делали там? Кто-то за это ответил? Нет. Последний резонансный случай – убийство охранника в магазине. Вот я беседовал с его сестрой. Адекватный парень. Ну, в принципе, родные всегда говорят, что их дети и родные хороши. Правильно? Никто не скажет, что они были плохи. Но вопрос в другом. Ведь наше руководство милиции вначале вообще пытались покрыть это дело. И сказать, что ему угрожали, а он профессионально выхватил оружие и поступил в соответствии с инструкцией. Ни хрена себе инструкция. Четыре пули в человеке. Нормально. В принципе, у нас по законодательству, как я понимаю, если мы пытаемся задержать преступника, мы должны постараться его обездвижить, чтобы в дальнейшем он понес заслуженное наказание. А у нас что, сразу в голову? А потом будем разбираться по принципу. Стреляя вопросы, будем задавать потом. И вот таких случаев много. Я хочу, чтобы наше начальство начинало понимать, что тот же Севастополь, это не бессловесное стадо бесправное, которое будет полчать. Вы наработаете на нас, а не мы существуем до вас. И вот эти бумаги, которые в отдельных кабинетах висят, в оперативных службах, то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. И то, что Феликс Дзержинский висит во многих кабинетах, вы хотя бы задумались, что натворил этот польский еврей с русским народом? Либо там сидят все неруси в кабинетах, либо люди, которые не помнят свои истории, своего долга перед своими прачурами, что это нечисть творила с нашими с вами предками, которые убивали тысячами, и они висят в кабинетах. Чистые руки, холодное сердце. Это все размущает. Молодые строители, 30 гоблинов из Симферополя приезжают туда и вышвыривают семью на улицу. Мы уже не раз об этом говорили. И если думают, что мы об этом будем молчать, глубоко заблуждаются. До тех пор, пока в этом деле не будет поставлена точка, мы не успокоимся. Слава Богу, власть начинает понимать, что нужно реагировать. Поэтому прокуратура протестовала действия судебного исполнения. Идут первые подвижки, следите на наших сайтах, в информационных агентствах. То есть там идет. Я хочу, чтобы это движение было поступательным. Но я не хочу, чтобы закончилось только тем, что людям, которые 19 лет назад заплатили за свои квартиры, которые содержали за свои деньги, сказали, это ваши квартиры. Я хочу, чтобы сотрудники милиции, которые там находились и не препятствовали вот этому бесчинству гоблинов, была четкая дана оценка. Чтобы виновные были наказаны. Чтобы судебный исполнитель, который пришел туда и беззаконие отворил на глазах у людей, был снят с работы и привлечен к ответственности. Чтобы он понимал, опять-таки, что существует закон, и нужно действовать не в рамках доллара, а в рамках законодательного поля. И вы посмотрите, дельфинарий. Опять, приезжают опять гоблины, теперь с Одессы. Такое впечатление, что Севастополь у нас, как Ноев ковчег. Он всех тянет сюда. Вы знаете, что, медом намазано. Взяли штурмом. Что сделали? Гоблинов отделили от возмущенных граждан Севастополя и опять поставили туда сотрудников милиции. Как разделительную стену. Почему наша власть бездействует? Почему правоохранительные органы, у которых есть все средства, предотвращать и пресекать рейдерские захваты? Почему они об этом молчат? И почему они бездействуют? Или занесли хабара? Если занесли, так ради бога, открывайте частное агентство и работайте за бабки. Но если вы получаете зарплату и получаете дополнительное, где служба внутренней безопасности милиции? Она работает или нет? Дармоеды! Если вы не работаете, тогда вы не нужны. Если вы работаете, расскажите нам, севастопольцам, сколько правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за противоправные действия. За что вы получаете зарплату? Молчат. Я уж молчу про нашу прокуратуру. На каждого прокурорского посмотришь, это же хомяк с щеками вот такими. Как же можно на эту зарплату вот так жить, и такие машины покупать? Каждый раз говорю. Причем самое главное, мне не завидно, да бога ради. Хоть на Рос-Ройсе ездите, но покупайте это законно. А у нас получается так, дачи, дома, машины, бизнес, все существует. И все это родственники. Я ни при чем. А родственники, 80-летняя бабушка, 18-летний гламурный мальчик, мажор. И они хозяева, а мы тут ни при чем. И самое интересное, ведь наш город с вами, как шагреневая кожа, с каждым годом становится меньше и меньше. И прав у нас меньше, и доходов у нас меньше. А они все жреют и жреют. Забирают земли, забирают прибрежные зоны. Наконец, после неоднократных митингов наших, вышли, и в Нахиловском районе потихоньку начинают освобождать прибрежную зону. А здесь у нас что, все в порядке? Приморский бульвар, Хрусталка, Гагаринский район. Ребята, работать будем? Наши пляжи, коммунальное предприятие превратило в доходное место. С каждого предпринимателя требуют сумасшедшие деньги за то, чтобы поставить там какой-то ларек и торговать в сезон. А все это опять ложится на нас? Потому что кто в конце концов платит взятки и все то, что люди платят? Мы платим с вами, потому что предприниматель, работая, вынужден все свои расходы забивать в свой бизнес. В итоге. Никто не будет работать в минус, а платим мы с вами. Поэтому, ну когда закончится этот беспредел? Может быть, вы хотите действительно, чтобы было тогда, когда была у нас Графская пристань, 2008 год, когда мы здесь собрали несколько сотен, и вы, боясь возмущения людей, вывезли задержанных ребят по Графской пристани, в Балаклаву возили их, потому что думали, что мы будем штурмовать? Во Вратевке штурмовали. Я бы этого тоже не хотел, чтобы это было. Так давайте сделаем так, как я всегда говорил, в октябре 17-го года Неруисбланк сказал людям, не надо бояться человека с ружьем. Так вот, доживем мы когда-нибудь с вами до той поры, когда мы будем говорить, не надо бояться сотрудниками религии, идите к нему, он вас защитит. Вот чего мы хотим. У нас с вами обратилась группа с улицы Жидилова, спрашиваю, а милиция там ходит? Не видели. А участковые там есть? Не видели. Так спрашиваю, а власть там вообще есть правоохранительная? Кто-нибудь функции выполняет? Это, кстати, вопрос сразу же к управлению внутренних дел. Или у нас то, что люди живут на задворках, все. Главное, в центре здесь, чтобы ходили. А там не надо, там пять тысяч человек проживает, причем они живут действительно в стороне. Добраться туда тяжело, но люди ведь там живут. Мы ездили туда с общественной инспекцией, смотрели, замечательно, шприцы валяются, пузырьки вот эти, красные шапочки, как их называют. Так наши алкоголики уже до чего дожили, связывают два пузырька и вот так вот запускают на деревья. И деревья висят вот в этих пузырьках, украшения елочные. Новый год все время. И кто-нибудь этим занимается? Нет. Наркомания, мы сколько раз говорили, господа Севастополь на первом месте в Украине по преступности, по наркотикам. Блин, русский город-герой, который знают во всем мире. Везде, где говоришь Украина, не знают, Севастополь знают. В Париже есть Севастопольский бульвар, в Лондоне есть памятник героям Крымской войны. Севастополь знают. А теперь мы с вами еще прославлены тем, что у нас и преступность первая. Да когда такое было? Почему не вносится законопроект, что за распространение и привлечение детей в наркотики, в наркотический бизнес, расстрел к чертовой матери? Вот тогда бы наркотики пошли на убыль. А у нас с вами 360 человек ежедневно умирают от наркотиков. Посчитайте, сколько это получается в месяц и в год. А ведь в первую очередь мы молодежь теряем. Потому что крышу ее. Ну. Опять вопрос к внутренней безопасности. Плюс у нас существует отдел надзора в прокуратуре. Плюс у нас существует прекрасно оснащенная служба, которую простой народ стал называть служба бытовых услуг. Хоть и наоборот звучит служба безопасности Украины. Безопасность, ау! Соседи рядом с милицией. Может тоже вы начнете, наконец, надзирать за сотрудниками в погонах. Может мы тогда спасибо скажем? Или главная ваша задача проводить выставки про голодомор на Украине сфальсифицированный, против которого мы тоже там выступали, когда доказали, что фотографии были сфальсифицированы. И что сделали? Доздачили стрелочника, молодого пацана уволили. А начальство ни при чем. Оно опять поехало в свои бунгало отдыхать. Нормально? Я сразу говорю, ни один случай, который в Севастополе будет становиться достоянием гласности, не останется безнаказанным. Это первое. Второе. Мы говорим о том, что Коррадиционный Совет Русских Организаций, объединяющий Русские Общественные Организации, и Русская Политическая Партия Русь Единая, которая создавалась не за средства олигархов, не в чьих-то интересах, а простыми людьми, будет брать все эти дела на контроль. И заткнуть там рот не получится, потому что бизнеса у нас нет. А если попытаются подбросить патроны или еще что-то, ребята, я никогда не пил, не курил, наркотиками не баловался, по кабакам не хожу, бизнеса у меня нет. Поэтому, простите меня, но не получится. Так может быть, давайте нормально будем существовать вместе, чтобы вы понимали, вы часть народа, и когда-то вы погоны снимете, и станете простыми людьми. Если вы думаете, что мент до конца жизни, мент не получится, и если вы попадете под маховик вот этой машины, и вас раздавят. А я не знаю, до какого времени вы потерпите, если вам кое-что начнут прищемлять дверью. Мы, в принципе, все герои. До какой степени кто-то молчит или терпеть будет, я не знаю. Но чаще всего людей, которые пытают, признательные показания подписывают. Давайте возьмем статистику. На Украине один процент оправдательных приговоров. Вдумайтесь, один процент. В Европе этот процент двадцать. В двадцать раз больше. Почему? Потому что, если не будет обвинительного приговора, тогда начинается откат в обратную сторону. Первое. Наказывают следователя. Следователя прокуратуры за то, что он не довел правильное дело до конца, что не был обвинительного. Значит, ты был не прав. Это выговора, лишение премий, лишение дальнейших привилегий и плюс к этому проблемы с карьерой. Кому это надо? Поэтому главная задача, если дело доведено до суда, то человек должен сидеть по принципу басни. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Нормально. Но когда это закончится? Почему милиция все чаще и чаще становится дубиной против инакомыслия? Мы говорим, милиция должна заниматься своими вопросами, борьбой с преступностью. Вот это ее главная задача. Они должны забыть, что такое общественные или политические организации. Занимайтесь своими делами. И мы говорим, что управление внутренних дел должен возглавлять не политический назначенец, а профессионал, главная задача которого изничтожать преступность. А самое главное, внимание к простым людям, к их бедам. Если человек пришел и написал заявление, это заявление должно быть рассмотрено в кратчайший срок, ему донят ответ, и если он недоволен, он идет в суд или в прокуратуру. А у нас месяцами ждут ответа, оно вообще не отвечает на письма, которые направляют туда заявление. Кто-нибудь за этим надирает? Эту систему надо менять. Поэтому и требуем выборности начальников управления внутренних дел на местах. Мы требуем выборности судей и прокурора города. Вот тогда человек, которого избрали, будет отвечать перед общиной города. И он должен понимать, что через пять лет тебя могут не выбрать, либо собрать подписи и выгнать тебя пинком под зад. А пока у нас идет ротация, ничего не изменится. У нас был здесь замначальника в УВД, поставленный министром, полковник Михалев. Мы несколько раз проводили митинги по его поводу. Надоело в Киеве. Что сделали? Уволили? Хм, хрена. Перевели. Теперь Симферополь получил эту достойную фигуру. И что изменилось? Он теперь в Симферополе занимается этим. А здесь в Севастополе по-другому. Поэтому пока не будет выбора, пока не будет системного изменения в системе судопроизводства, прокуратуры и милиции, мы с вами ничего хорошего не добьемся. Только тогда, когда поднимается Врадиевка или Ижи с ними, только тогда власть реагирует. Ну, много мы можем с вами говорить на этом поводу. Но хочу сказать еще раз. Как говорят, закон суров, но он закон. Но этот закон должны выполнять не только простые люди, но все. Начиная с простого человека, заканчивая президентом. И чем больше у тебя полномочий, и чем выше ты сидишь, тем более четко ты должен выполнять эти законы обязанности, чтобы с тебя брали пример. А сейчас у нас главная задача укроти побольше, унеси подальше. Нас это не устраивает. Поэтому мы говорим, милиция это составная часть нашего народа. Мы должны сюда приходить и получать здесь то, что мы от них хотим. Защиту и неукоснительное исполнение законов. А самая главная уверенность, что если мы туда попадем, то мы оттуда выйдем. Ну, правда, не всегда сразу. Некоторые через несколько лет выходят. Но опять-таки это должно быть сделано на законных основаниях. Вор должен сидеть в тюрьме. Нарушаешь закон, садись. Нет? Извините. И опять последний вопрос. Служба внутренней безопасности. Помни, что ты зарплату получаешь из народных карманов. Где ваши отчеты? А то такое впечатление, что вы есть, зарплата есть, а работы нет. Вот тогда и получается. Как у нашего Райкина. Вот я лично пуговицы пришивал. У вас претензии есть? Нет. Вот этого бы не хотелось. И помните, что у вас, помимо всего прочего, есть долг перед вашими предками, перед вашей историей. Государство Украина это государство русского народа. Потому что русские украинцы это один народ. И когда я выступаю и говорю, что руководящие должности в органах внутренних дел и во властных структурах должны занимать только представители нашей национальности, это не потому, что я расист или националист, а потому, что у нас с вами случай был. Все сейчас знают, поднялся информационный повод. Трехлетнего ребенка, сотрудника, служащего Черноморского флота, в баре Кача убило трубой. Вот представьте себе, отец с матерью, с дочкой приехали отдохнуть, поели, вышли. Сорвалась труба, которая была не закреплена, черепно-мозговая травма открытая и ребенок умер по дорогу в больницу. Он пишет заявление, тишина. Он пишет в прокуратуру, тишина. Выясняется, что этот бар действует незаконно. И тишина. А кто хозяин этого бара? Хозяин барин? Татарин? У нас в Джанкое сейчас русского предпринимателя из торгового центра выгоняют ваххабиты в наглую и в наглую говорят, что ничего у тебя не получится, хоть он пишет заявление в милицию и в прокуратуру, потому что мы их купили. Это они заявляют в открытую. А как же честь, а совесть? И что с человеком? Но он сам виноват. Я вам тоже говорю постоянно, что почему мы виновны в этом? Потому что пока у тебя бизнес шел, ты был в стороне. И у тебя все было замечательно. Но как только тебя начинают прихватывать, ты кричишь караул, помогите. Да где же ты раньше был? Так вот я говорю, если мы хотим, чтобы у нас была сила, чтобы нас слышали, а самое главное, чтобы мы власть взяли законодательным путем, приходите сейчас. Сегодня вы поможете одному, завтра помогут вам. И вот только таким путем мы можем сделать. И трогать вас не будут только лишь тогда, когда за вашей спиной будет стоять община, либо мощная политическая организация. Конкретный пример. Атаман Певнев. Взяли, на 15 суток посадили. Судья вкатал его 15 суток. Мы сразу подняли шум. Митинги, автопробеги, шумели. Он отсидел 15 суток. Правда, начальство, вы, наверное, не помните, то, что ИВС у вас нормально выглядит от его заслуга. Потому что он нам начал, ему скучно 15 суток было, поэтому он бумаги стал писать, где нарушаются права тех, кто там сидит. Поэтому там покрасили, побелили, сделали душ, холодильник, телевизор. Даже говорили, что потом уже в Симферополе люди деньги платили за то, чтобы сюда их посидеть, как в санатории возили. Ну, заслуга. Бебнев, молодец, слава, респект и уважение. Так вот, после этого доказали, что эти 15 суток были незаконны. Этот приговор отменили. Просто кто 15 суток эти вернет Бебневу, который сидел? Не вернули. Мы говорили, судья, взяточник. Поймали поливоду. Точно на взятки. Сел. Ну, может быть, что-то начнем теперь менять, а? Так вот, почему, извините меня, и поливоду прихватили, и потом доказали, потому что он не один был. За ним община была. Люди, которые поднимались. Графская пристань. Мы постоянно на контроле держим. Пять лет судят людей. Пять. Уже сроки прошли. А им предлагают написать заявление с признанием своей вины, и мы вас освободим от ответственности. Замечательно. То есть я не делал, но ты признаешь, что ты виновен. Если ты этого не признаешь, мы вкатаем тебе самоуправство. И все равно ты будешь виноват. И я задаюсь вопросом. Вот я юрист по одному из образований и думаю, странно, а самоуправство еще меньше срок. То есть давность еще дальше закончена. Так что ж скатать можно людям? Вот опять тот же самый принцип. Ведь если пять лет их чехвостили, а сейчас признать, что они невиновны по 6-2, они могут подать требования возмещения моральных издержек. И государство должно платить. А кто будет отвечать? Прокурорские, судейские, следователи, которые делали заказное дело, когда Ющенко приказал. Вот посмотрите, в чем система. И получается так. Суд рад бы оправдать, а не может, потому что вдруг они поднимут шум. Ну, куда мы тогда придем? Меня судили за разжигание межнациональной розни. И тоже вкатать приговор нельзя, а отменить тоже нельзя. Поэтому делают простой вариант. Дело на доследовании. Супер. И все довольны. И приговора нет, и как бы и наказаний нет. Самое интересное, что даже сотрудник прокуратуры, который дело вел, пришел потом к нам и сказал, что я готова рассказать, как на меня давили. Во время этого процесса. Чтобы был обвинительный приговор. Ну, где же свобода слова? Я вот так много отнял у вас, конечно, времени, но знаете, накопилось за все это время. Мы довольно к милиции не выходили. Мы в свое время кокетировали и прокуратуру, и СБУ. Потому что вы должны понимать, что вы не небожители. Вы наши слуги. И вы работаете на нас. На простых людей. И если это будет повторяться, мы будем выходить и будем говорить о том, что виновные должны сидеть, но и плюс к этому, опять-таки, мы не обвиняем огульно. Правоохранительные органы должны обеспечиваться и материально, и технически. Так, чтобы они за эту работу держались и не думали, где бы на стороне заработать, что бы там хватануть. А чтобы понимал, лишиться этой работы, и тогда придется идти в народное хозяйство, кайлом махать. А это тяжело. Так вот, поэтому давайте сделаем так, чтобы вы были довольны, а мы гордились вами. Спасибо. Слава Богу, что мы русские. Слово предоставляется атаману Анатолию Маритину. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Днем Первоверховных апостолов Петра и Павла. Сегодня такой вот большой праздник. Храни вас всех, Господь. Мы, севастопольцы, не только те, кто здесь собрались, но большинство, требуем от милиции, наверное, в первую очередь, от ее начальника, чтобы он, как офицер, набрался мужества и перестал нам врать, перестал нам рассказывать вот эти байки про убийство человека сотрудникам милиции. То, что вы нам озвучивали, говорили, не лезет ни в какие рамки. Мы знаем, как там все было. Хочется услышать это из ваших уст. Убийств много происходит. И также много таких вот, не много, но бывают случаи с сотрудниками милиции. Такие вот убийства. Но тут даже, наверное, проблема в том, что вы нам врете. А не в том, что это первая проблема, номер один, ваша ложь. Причем наглая. Вы этой ложи просто из всех севастопольцев делаете идиотов. У вас это не получится. Еще раз повторяю, наберитесь мужества, если вы офицер и мужчина. И скажите правду, озвучьте ее. А то, что вы там примете меры, мы, конечно, в этом не сомневаемся. Это первое. Второе. Второе. Хочется еще раз напомнить о том преступлении, которое было совершено на улице молодых строителей. Разбойное нападение на жилую квартиру и завладение имуществом. Ну, я родился не вчера и знаю, и заявляю об этом, то, что такие вещи, такие захваты происходят всегда с согласованием с управлением внутренних дел. Либо с районным отделом, в худшем случае, либо с прокуратурой. Если бы с прокуратурой, то тогда прокуратура дает команду милиции не рыпаться, сидеть молча, не выезжать на выезды, на вызовы. А если выезжать, то ничего не делать. То, как было на молодых строителях во время разбойного нападения, а иначе это назвать нельзя, завладели имуществом, квартирой, на очень огромную сумму. Кроме того, что вывезли в неизвестном направлении имущества людей, кстати, по этому факту возбуждено уголовное дело. Спасибо на это. Так вот, такие вещи всегда происходят в согласовании с милицией. Естественно, это оплачивается. Такая акция стоила 2-3 тысячи долларов. В вашу пользу, господа, начальники. Мы протестуем против этого и вас призываем прекратить беззаконие, освободить эту квартиру своими милицейскими силами, пока этим не занялся народ. А народ этим займется рано или поздно. И, может быть, даже не дожидаясь решения суда, мы требуем милицию заступиться за пенсионеров из садового товарищества Старый Фиолет, в которых забрали их собственность, забрали их участки с домиками, которые эти люди строили. И у людей есть государственные акты на эти участки. Однако их там половину повыгоняли, ограбили. А милиция говорит, вы не имеете права туда заходить. А люди вас слушают, верят власти, верят людям в погонах. Пожалуйста, заступитесь за этих людей. Это ваша прямая обязанность. Мы это дело тоже так не оставим. Следующий пункт, который хочется озвучить, лично меня касается в том числе. Значит, пять лет назад наше управление внутренних дел собрало мощную команду, там около восьми человек. Создало такую группу особую, зондеркоманду, наверное, можно назвать, для преследования севастопольцев, которые восстанавливали законность на Градской пристани во время известных событий. Но главное действующее лицо это следователь Кулик Сергей Николаевич. Хороший, такой милый человек, доброжелательный, чтивый, корректный. К сожалению, у этого человека не нашлось гражданского мужества сказать оранжевой власти. Мы не будем фальсифицировать дело против этих людей. Основная там фальсификация в том, что уже давно понятно, что незаконно установили эту табличку, незаконно применили украинские военные свои силы против севастопольцев. Но вы прекрасно знаете, господа следователи, что не было никакого предварительного сговора у нас. Вы это прекрасно знаете. Его не могло быть. Все произошло спонтанно. Или вы хотите сказать, что 500 человек собралось по предварительному сговору, кроме нас. И не было группы лиц организованной. Практически все мы там познакомились во время этих событий. Вот с Тюниным я лично познакомился накануне, первый раз его увидел. Хотя по телефону еще, наверное, до этого в течение месяца перезванивались. Так что у вас еще есть возможность проявить свое мужество, офицерскую честь, прийти в суд и сказать, что это неправда, то, что мы там нарасследовали. Не было никакой группы лиц и не было предварительного сговора. Пожалуйста, придите и сделайте это, если вы себя уважаете. Если нет, то кто вы будете, вы сами знаете, вы себя уважать не будете, кроме людей. А мы, вот лично я и Атаман Бебнев, который рядом стоит, не дождетесь, мы не будем писать заявление, чтобы закрыли это дело по сроку давности. И тем более, не будем признавать себя виновным. Будем идти до конца. Ну, тут уже Владимир Ленин говорил, но я, наверное, повторюсь. По поводу расследования убийства, ритуального убийства двух школьниц. Тут уже много сказано, но я еще раз хочу подчеркнуть, что люди не верят вашим байкам. Нашли виновного в кавычках, может быть, там он действительно педофил, убийца, но не в данном случае. И вдруг он после того, как дал признательные показания, у него речь отнялась. Слишком как-то все вот так вот сразу быстро и красиво. Мы в это не верим. Займитесь лучше поиском настоящих убийц. Ну, что, здесь вот насчет улицы генерала Жадилова есть кому сказать? Ну, что, мы еще здесь собрались в Севастополь, чтобы поддержать жителей Врадиевки, Николаевской области. Мы их поддерживаем. Вы правильно поступили, что увидев за дверьми управления районного отдела внутренних дел преступника, которого пытались спрятать от вас, такие же преступники получаются. Вы правильно сделали, что вы взяли штурмом, закидали камнями, бутылками и так далее. Если бы вы этого не сделали, в лучшем случае где-нибудь там на районном сайте появилось бы две-три строчки, что там произошел инцидент в селе Врадиевка, там виновные пойманы, наказаны, все. Об этом бы не знала вся страна. Молодцы, так держать и мы вас поддерживаем. Ну что, я хочу еще добавить, да, мы протестуем против джангуйской милиции, которая поддерживает захватчиков, которые занимаются рейдерством в отношении русского предпринимателя. Мы протестуем и мы поддерживаем отсюда из Севастополя этого русского человека. И мы еще раз тоже, наверное, повторюсь, мы требуем от милиции Бахчисарая объективного расследования гибели трехлетней девочки, погибшей возле татарского шалмана. Мы не только требуем наказать этого шинкаря несчастного, мы еще требуем, чтобы наказали всех должностных лиц, все контролирующие органы, которые допустили незаконную работу этого кафе, которое не было сдано в эксплуатацию здания. Почему и произошла трагедия. Это санэпидемстанция, это МЧС доблестная, это рай госадминистрация, это отдел торговли, это участковые, которые там за рюмку водки, наверное, с бутербродом продались. и самое главное, этот преступник, следователь, нерусский, земляк, одна, соблеменник этого потенциального убийцы, владельца кафе, следователь, татарин, закрыл дело, прокурор, татарин, признал законом это закрытие, вот мы требуем самого суровного оказания для этих вот двух последних негодяев, чтобы их духа не было там в органах внутренних дел и в прокуратуре, и чтобы они сидели за свое преступление, чтобы они срок получили. Спасибо за внимание, простите, что так долго говорил, слово предоставляется Вячеславу Борисовичу Бернию, атаману казачьего союза РУС. И все, кто хочет еще высказаться, пожалуйста, подходите сюда поближе. Сейчас здесь собрались разные политические течения, разных взглядов люди, но тем не менее мы собрались здесь с вами, все вместе. Почему мы собрались? Нас сюда толкнуло беспредел милиции, то, что замалчиваются вопиющие факты, то, что не отвечает на наши заявления, не принимают мер. Если бы принимались должным образом меры, разве мы здесь собирались? Если бы нам честно и правдиво милиция, прокуратура, суды давали ответы, значит, и общество было бы честным и справедливым. я, как депутат Инкерманского совета, обращаюсь в милицию об открытии улицы Советская Балка. Улица Советская Балка незаконно перекрыта войсковой частью 40-68 с двух сторон. Это все равно, что если мы с вами перекроем сейчас улицу Большую Морскую выходим и перекрываем с двух сторон, к нам примут меры. Я, как депутат, не могу добиться открытия свободного проезда по улице Советская Балка. Я пишу, я обращаюсь, и все бесполезно. Я обращаюсь к милиции, по убьющему факту торговли самцой. В антисанитарных условиях вдоль дороги в пыли стоят, торгуют самцой, напитками, спиртными напитками. И я не могу добиться. Я по пять раз в день обращаюсь в милицию о принятии мер административного реагирования. И милиция уже отвечая, да, мы знаем, Вячеслав Борисович, не называйте свои данные, фамилии, мы знаем. И ничего не делается. О чем это говорит? Это говорит о крышевании. Что возмущает нас? Несправедливость крышевания. И я сейчас предлагаю всем севастопольцам ввести новую традицию. Кроме заявления в УВД приносить сюда камень. и мы будем складывать этот камень, который носим за пазухой, вот сюда, на площадь. Принято заявление, приняты по нему меры, значит, мы уберем этот камень. И мы будем смотреть на работу милиции, какая здесь гора. Если здесь будет большая гора, то будет критическая масса. Эти камни будут применены по назначению. Спасибо, друзья. Сейчас я выложу первый камень об освобождении улицы Советская Балка для свободного проезда как депутат Инкерманского Совета. Каждое заявление, поступившее в милицию, является для них поводом для того, чтобы прийти к преступнику, нарушившему закон, и сказать давай, что мы с тобой будем делать. И естественно, каждый преступник, нарушивший закон, предпочитает поделиться с милицией. После чего милиционер уже не расследует преступление, на которое вы заявили, а он начинает вместе с преступником прессовать заявителя, фальсифицируя, если вы будете настойчивы, то и в отношении вот такого заявителя будет фальсифицированное уголовное дело, чтобы он не беспокоил ни их, ни преступника, который дал им взятку. Проиллюстрирую это конкретным примером. В наш гаражный кооператив рейдерским, бандитским образом захватила организованная преступная группировка, состоящая из рядовых бандитов, милиционеров и прокуроров. А что такое гаражный кооператив? На чем там можно нажиться? На шленских вздосах? Конечно нет. Нажиться там можно на земле, а это полтора гектара земли в центре Севастополя. А что надо сделать, чтобы завладеть этой землей? А очень просто. Приходит человек, гаражный кооператив, а его гаража железного производства борзовода нет. Нет гаража. Нет ничего, что хранилось в этом гараже. И так пошел массовый грабеж гаражного кооператива. Грабили, конечно, беспомощных стариков, не очень богатых людей, которые не в состоянии нанять адвоката. Ну и не только их. Почувствовал мощное и реальное прикрытие со стороны прокуратуры, такие бандиты вывезли и ограбили порядка 30 гаражей с территории гаражного кооператива. полностью. Ни одно заявление потерпевшего о том, что у него украден гараж вместе со всем содержимым, ни по одному такое заявлению не было возбуждено уголовное дело. Оно не возбуждено и до сегодняшнего дня. Вы только представьте, десятки людей пишут заявление о том, что у него украден гараж вместе со всем содержимым, а прокуратура и милиция дают ему ответ. Ваше заявление ретельно перевирено. состава преступления не выявлена точка. Вот это преступление, я по поводу этого преступления посетил практически все кабинеты этого учреждения. Люди слушают, милиционеры, вот удивляются, как вы удивляетесь, вы. Кивают и даже иногда возмущаются и обещают пресечь это бесчинство. Однако проходит время и они начинают понимать, что это преступление совершается под крышей руководства МНД и под крышей руководства прокуратуры. И тогда они очередной раз пишут подписки. Так продолжается до сегодняшнего дня. Но поскольку я был настойчив и был в общем-то квалифицирован и мои жалобы и заявления и заявления других лиц были обоснованы, они решили открыть на меня уголовное дело. три года они его открывали. И должен сказать, что нашлось четыре милиционера, которые отказались открывать на меня уголовное дело. Но прокурор Маличук был настойчив. Он все снова и снова возвращал требования свое открыть на меня уголовное дело в милицию. И через три года нашелся милиционер Молчанов Максим Александрович, который таки не побоялся открыть на меня сфальсифицировать уголовное дело. И еще три года я находился в суде. Сменилось три судьи, потому что когда судьи видели это уголовное дело, один из них сказал так прокурору, который сидел напротив и поддерживал обвинение. Ну вы там и оборзели. Это сказал судья прокурору. Тут же этот судья был заменен на другого судью. Другой судья пытался вернуть дело на доследование, чтобы захоронить его, что тоже незаконно. и наконец через три года они наконец угомонились. И то только потому, что прокурор Малеричук был отправлен на почетную пенсию. Так вот, я призываю севастопольскую милицию прекратить работать на вторую зарплату от бандитов, вспомнить, что их выбрал, их содержит народ, и что их обязанность защищать закон и интересы граждан. Пока что, увы, этого не происходит. Спасибо. Предоставляется представителю улицы генерала Жатилова Коробу Владиславу. Мы обращались многократно в органы внутренних дел по проблеме патрулирования нашего района. Потому что вечером в основном настолько криминальная обстановка на районе Жатилова, что шалман на шалмане. Детские площадки переполняются алкоголиками, сидящими на них. на вызов от граждан милиция говорит, а что там, убили кого-то? Мы не приедем. Ну, так я вас приглашаю, приезжайте, патрулируйте. Если что, люди вас защищат, несмотря на то, что у вас есть оружие. Мы требуем, чтобы этот район патрулировала машина ППС. Чтобы на выезды граждан выезжали. с 9 декабря 2011 года общественность охотно подписывает документы, мы направляем начальникам РВД и так далее в другие органы власти, где просим принять меры по тому или иному случаю. Два дня назад была попытка снять оборудование с дома, гранатное номер 1А на крыше. Оборудование интернета, которое обслуживало другие прилегающие улицы. своими силами люди задержали преступника опять. Один и тот же ответ. Мы не приедем. Так что с ним делать? С этим преступником, которого Пульман был за руку. Его отпустили. Также общественность поднялась против Бара Талисман, находящегося на остановке генерала Жидила, остановка номер 28 автобуса. С большой охотностью люди подписывали против строительства. Когда мы обратились в органы власти, оказалось, что на протяжении пяти лет этот шалман существует без каких-либо документов на землю, на строительство и так далее. Сейчас это дело рассматривает прокуратура. Ждем ответ с Павличенко 1 и Нахимовской прокуратуры. Приведу еще такой пример, гном частного образа, не называя фамилия. У человека мошенническим образом был изъят телефон. Следователь Ленинского РУВД Демчук не видит состава преступления. преступления. Человек обращается в прокуратуру. Прокуратура видит состав преступления. Следователь снова говорит, я не вижу состава преступления. Человек обращается в суд. Суд выносит решение об отмене постановления Демчук о возбуждении уголовного дела. Ждем дальше результатов. Может следователь все-таки увидит состав преступления, когда есть и преступник, и потерпевший, и юрист прокуратуры видит состав преступления, судья тоже. Что касается района Жидилова, мы против этих шалманов, которые существуют там. Мы будем бороться. Благодаря вашему бездействию люди объединяются. Объединяются с большей охотой против этих шалманов, против этих предпринимателей. Надеемся на ваше понимание. И еще раз просим присылать машину патрулирования в этот район. Я обратился с заявлением в райотдел Гаганинской района РВД Украины. И было уголовное дело возбуждено 15 декабря 2012 года. с 2012 года. Следствие было возбуждено в лоуле отделяло против маяка, который подделал свои документы и вот таким образом нас выселяет с квартир. Путем поддельных документов они получили собственность, получили право собственности, сдали дом в эксплуатацию и получили право собственности на квартиру. И вот начинают нас выделять. Вот что я хочу сказать. Тут прокуратура уже занимается, понятно, там доказали, что уже документы подделаны и так далее. там у них уже шапка горит хорошо у этого маяка. Но бездействие милиции получается прошло уже более полугода привело к тому, что выселили гражданку в 40-й квартире Дубову Оксану. Ее просто вышвырнули на улицу. Ребята, если бы вы это видели, 30 жлобов выбрасывал, потому что я не знаю почему Наверное сейчас так выселять модно, я не знаю. Вот с этими людьми, с этими бандитами, причем охранными фирмами города Симферополь. Они приехали с Симферопольцами, потому что севастопольцы побоялись такое бесчинство творить. Вот. Поэтому мы требуем, чтобы начальник Гагаринского РОД взял под личный контроль расследования этого уголовного отдела. В отношении Гербина. И второе, чтобы он информировал общественность города Севастополя о ходе расследования уголовного дела. У меня все. Спасибо. Аплодисменты документов написали заявление в прокуратуру. Прокуратура переправила наше заявление в милицию. В милиции она находится с марта месяца. И никакого движения, никакого ответа. Месяц назад мы напомнили, что в милиции лежит это дело. Рассмотрение служебного подлога. И прошло больше месяца и на это заявление никакого ответа. Вот эти претензии у нас конкретно к милиции. Зовут меня Кобылинский Виктор. Благодаря деяниям вот этих вот туловищ погонов моя семья стала бомжами. 24 сентября 2010 года директор агентства недвижимости Севастополь Град Вербус под полным крышеванием милиции и прокуратуры захватил нашу квартиру. Решение суда о вселении дальше что? 10 отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела милиция ничего не видит. У меня один вопрос к людям сидящим здесь. Вы кто милиция или организованная преступная группировка свора продажных мусоров поганых? Кто вы? Я не хочу ни о чем просить. Я сегодня в интернете прочитал как поступил настоящий мужчина в Симферополе когда обидели его семью. Ребят я не прошу я предупреждаю пока я иду законным путем но для себя я этого варианта не исключаю. Спасибо. Дорогие товарищи я хотел бы обосновать тот камень который я сейчас положу возвращаясь к пятилетней давности того случая который произошел у нас на Графской площади пристани значит дело в том что когда меня тоже вызвали в УВД давать какие-то показания как свидетеля товарищ Кулик в какой-то степени я ему конечно прогадали что меня не пристегнули к этой группе но с другой стороны как говорится правда все-таки должна восторжесовать я объяснил ситуацию почему он меня спрашивал почему вы шатаете леса на которых значит стоят работники ВМС Украины я объяснил ему посмотрите я говорю двое сели на колени нашего Саши Караваева Саши и один значит предпринимает все чтобы задушить у него аж глаза вылезли наружу и я увидев там внизу двух милиционеров крикнул помогите милиция помогите вы видите вот видеозапись показывает кричу покажите помогите милиция человека убивают один вообще даже не повернулся из милиционера второй глянул так вот боковым зрением и прошел дальше и вот я хочу обосновать свой камень положа вот здесь вот в эту груду свои претензии к милиции спасибо пока Арсений Вартанович выкладывает свой камень я хотел бы напомнить вот здесь был разговор о Симферопольце который совершил поступок это Владимир Дмитрий Шаповалов изнасиловали его дочь несовершеннолетнюю два негодяя которые ну не нашей национальности затягивали следствие они сбежали прокурор затягивал человек тренер по легкой атлетике порядочный человек безредных привычек адекватен настолько отчаялся что он взял гранату зашел в кабинет прокурору и взорвал и себя и прокурора поэтому мы постоянно говорим что вас господа милицейские господа прокурорские защищают не ваше удостоверение и ваш мундир а ваша честь совесть и неукоснительное исполнение закона потому что зло должно быть наказано вот к этому мы и призываем но только с точки зрения закона закона спасибо вам всем большое наш митинг окончен и я надеюсь что мы уже не скоро соберемся здесь во всяком случае нас услышите спасибо слава богу что мы русские спасибо 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 спасибо